400 ЕП надо кинуть? Да, уже кинулись, нормально. А, всё. Ладно, я запустил видос, теперь мы будем в Грул Магик Герб проходить. Если медвей будет снимать видос, то никаких махинаций с ЕПГП тут не было, не переживай. Так, так. 0,7. Хорошо. Лул, ты за паладину за своего пойдешь, да? Стой. Да, 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 это, это захлепало. У тебя, Алиса, у тебя 1,88 приор на ДК. На ДК, да. Те не нужно привязать хапалак ДК. Не, у меня на палад тоже ГПС, я хочу вообще отдельно, чтобы мне палатин был, я изначально так хотела. Я не знаю, я не знаю, я поварю с медвейм и чтобы все твины были привязаны, как. А то на 1 пэр набрал, забрал, на другого пэр набрал, забрал, а люди б... Это уже 1 царь, это уже 1 царь, это уже 1 царь. Так как танчула. Ну, какой еще был этот... Я тебе, я это привел, как пример. Так вот так же, это не тот, а что так же? Ну а что так же? Причем здесь, смотри, ты ходишь в рейде твинком, ты лутаешь на них ЕП, ты набрал себе приоритет, зашел за своего твина и забрал у кого-нибудь свой шмот. Так какую шмотку-то, ты посмотри приоритет, где там приоритет, там нет. Вот так ты открой таблицу и посмотри, где приоритет там. У меня приоритет 6000 ЕП и 6,5 приоритет и он серый. Ну окей, вот допустим, я не знаю, кто у нас играет одним спектром. Вот допустим, Виби, он одевает себе практически всегда он для этого, как его Лока. Вот он сейчас полутает 4 шмотки Т-4 за ГП, вот. И получишь там сколько за них? 1200, 2400? Ну что и что произойдет? Четыре 800, и он будет в жопе по ПРУ. А какой-нибудь Твинг, у которого там 15 КЕП есть, накопленных, он заходит просто и у него нужную ему шмотку забирают. Ну и что? Ну и фигня, да? Замечательная фигня. Ты что, на что ты предложишь? Что ты хочешь предложить? Не начислять ГП, ЗРТ-5? Давайте тогда вообще все ПРУ раздавать. Я не хочу, чтобы Твины были привязаны к основе, чтобы началось-то они должны быть привязаны. Почему? Почему они должны быть привязаны? А как одевать Твинов? Если ты одеваешь основу. Как одевать Твинов? Вот вам гайд от Войда. Я одевал Твинов с 200-го ИТ-левела ДК и Мишка. Вот он сейчас ДК в рейде, он будет танчить мобов. И я им уже танчил ссылка на спидгер. Видео есть на ютубе. Для, кто интересуется, можете посмотреть. Одевайте Твинов так, как это делаю я, и тогда вы будете нормально играть. Вот это не тебе вопрос был. Это типа вопрос царю. Если привязать Твина к основе, то ты на основе забираешь шмот и на Твине у тебя прибор 0, образно говоря. И как ты будешь наодевать, если у тебя он привязан. Смотри, ну ты ходишь в рейды. Ты лутаешь ЕП, ты накапливаешь себе ПР. И за этот ПР забираешь шмот. На Твине это тоже самое дело, что ты ходишь в рейды, тратишь свое время на Твине, одеваешь его. Ты понимаешь, что этим твином можешь попасть в какой-нибудь рейд, грубо говоря, в основной. И забрать с этого основного рейда шмотку, которая нужна мейну. Ты читал правила. Вот, царь, ты сейчас разглагольствуй, что ты читал правила, которые написаны в Дискорде. Я их написал. Ты написал сначала? Сначала одеваются люди с мейнспеком, мейнсостав. Но если человек, который одевает Твинка, и это какой-то шаман дефицитный или сова, которых никогда нет в рейдах, и он дамажит нормально на целых 25 герд, дает 10к, 11к там, то он такой же имеет приоритет, как и основы другие. Он будет забирать шмот, если накопил ПР. Все, красивые еще могут быть вопросы. Моссу помнишь, Моссу? Ну что, Мосса? Сколько было срача по этому поводу? У него как минимум 3-3 не при мне, хиловских увели у него и отдали на Твинка. Может быть, поэтому он сейчас не играет? Может быть, потому что... А он основу не может одеться. Может быть, потому что эти правила написал уже после того, как это все увели у него. Ну, это будем смотреть, как это будет работать. И до первого бомбящего, на кого... Пусть царя фишмот. Мне кажется, с вами надо сисюкаться, как с детьми, и каждому все разжевывать и ложить в рот. На каждом рейде присутствовать и смотреть, кто мейн, кто не мейн, у кого какое ПР, там, не знаю. Одинть твинопровидникам забрать шмоты, это одно. Ходить им в 25 хм и забирать там вот от шмотки, это уж совсем... Так какой ты видел 25 хм, где-то ты видел 25 хм твинков, я не знаю. Вот сегодня ты будешь собирать рейд, если я там увижу хоть одного твинка, я его просто поменяю на основу и все. Все, без вопросов. И все, никаких вопросов не будет. Ну что, можно трэш бить, я думаю. Баладинов много, целых 8 штук, можете бафить бафы какие-то. Придеировать меня и все. Такой из-за этого все переживает, но все же это просто мешается. Микле сам сказал, делайте что хотите, привязывайте, отвязывайте, хотите имейте общий ПР на всех пинков и мейна, хотите отдельно. Было же такое? Так и есть у нас. Дальше это уже дело каждого, либо... Единственное что, если вы привязали, то вы не будете потом это развязывать. Если будете развязывать, то это будет решаться уже руководством гильдии. И ПСГП будет делиться. А не так, что на одном там ноль останется, а на остальном все ЕП. Или на одном ГП, а на другом ЕП. То есть тут тоже... Все очень просто. Вы пошли персом в рейд, получили на него ЕП. Все. Никаких проблем не должно быть. Исключение составляют только те, кто заходит вниз за своего перса, или за перса, на которого ему ничего не надо, или которым не играют. Тогда они могут попросить вас получить ЕП на другого перса. Исключение составляют. Исключение составляют. Ну, получается, сплотина, это не мой перс. Ну, значит, кей к нему с гильди. В смысле? Допустим... Вот... Вот мой Холипал, это уже не мой паладин. И на нем играет уже, блядь, другой человек. Состоит другой ги. Но сейчас хилю я им. Ну, вот ты получишь ЕП за этот рейд на своего перса. Ну, но, как то, как бы он пугался на его перс. А что вы легли? Исключение с ELPA. В кинули тело за швидность. Танки, ну вы хотя бы забирайте их. Тогда не будут, наверное, ловить. Но они Чар делают и убивают. Ну, нет, мы вообще по рейду гуляли. Он, прис, просто ходил и ваншотил лох. четвертой партии все в танк нет но мои и не в танк ну это уже другая история по приоритету и пгп 200 гп так пан танчишь двоих звезде так шредер танчишь и гиглера шредер танчишь тогда крест я танчую череп рэп будет вы чегловар ты зайдешь царь а маленький твой знакомый да я просто помню в наш первый трайд здесь об этом человеке я смею им уже разговаривал я просто них знакомы дает хороший рэпер паладин и хороших полипал надежда на то что они про дисплей а 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 Продолжение следует... 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 Отлично. Хмурый Ладждана Берни, пожалуйста. Он уже встал. Слева. Слева одна. Отлично. Слева три. Все отлично. По центру. Сзади. Ладждан, ТТ мы впили, пожалуйста. Слева. Сзади. Слева от босса еще. Отлично. По центру. Сзади. Отлично. Вот Chi. Это Whci. Третья вошarte. Подхватил. Здесь. Ничего себе. Всё добывай. Всё добивай. Но видишьхата. Стопай. Давай на мужика не закрываем Рожа Работяги, мужики Зачем меткость? Джагой попадает, нахуй Я на мейн Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Ну точно можно по 250 Ну хотя бы 200 тоже давала Я бы за них 300 давала Подняла минимальный ГП Смысл сейчас удешевлять я вообще не вижу Ты ловишь Ты ловишь 200 ГП, тебе в неделю На следующую неделю опять 0 ГП Ну 1000 В смысле 20% срезается Ну если в тебе сейчас 1000 ГП 20% от 1200 Это 200 там плюс-минус Тебе будет 0 ГП считать Ну и что И нормально Так они Камон Сейчас вышел Т5 Ты 10 Ты 4 Нахеря Кому не нужен Здравствуйте Да А что с него все ролят Ну надо ли Двери один Чтобы хотя бы Чтобы хотя бы брать их куда-нибудь Или ты хочешь вот таким рейдом ходить в ХМ Да и ждали ППР там на ТБЛ или на Чешку там какую-нибудь волю А боссу на А потом У Матума идет На Зулджина Нахеря И когда угодят три стелия за бой И три прожимки в Аровских У Матума в таком шмоте дает такой же ТБ Какие три ляма Тона У нас ровно Один в один был ДПС на Зулджине Прием Нахеря Ну ты не забывай этот Когда релишь Намного меньше ДПС отдаешь Да У вас не сложат Как бы вы танки и не танки Сейчас отойду Да, там шкаф есть Да, там шкаф есть Всё Нахеря Нахер Нахер Здоров Нахер Нахер Хаххи Продолжение следует... 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 Бычаголовы? Короче, у вас час пять минут, чтобы магик снести. Почему пять минут? Может, дарую вам лёгкую смерть? Раньше, поразитель, жалкая магия, лежит удерживать меня вечно! Раньше, поразитель, жалкая магия, лежит удерживать меня вечно! Войт! Извинись! Ты хмурого не посчитал! Нифига! 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 Войт! 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 Продолжение следует... 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 Зачем джаги света бить в босс? Нет. Тадждан тотем, обнови, пожалуйста. Тадждан, да ты поставишь тотемы? Нет. Тадждан. 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 Вот это патруль плакает, может быть, не сказать. Продолжение следует... Продолжение следует... Маликет... Скада Т4 не отображает... Как устал я всем... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, это дай грен выше аспера, а, ну ладно, это да аспер. Не соглашайся. Камон, Войт, мейн, а у тебя твинг, опять же, о чём мы разговариваем. Вот и всё замечательно. Это дело каждого, если бы он уступил, он бы уступил. ЕП и шерпистула нету, да? Кто мне не криво ЕП кинет на декам? Так, пожалуй, пойду по АФК. Да, Фредди, вон, правильно. Короче, ребята, увидимся через пять минут. Так я не в ГИИ ещё, понимаешь? Так я не в ГИИ. 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 ГИИ.